В новый сезон с новой газовой котельной. Объект запустят в Орлахе 1 сентября. К запуску все готово. К котельной подведен газопровод. Отремонтированы теплосети. Подробности в нашем следующем сюжете. Эту зиму жители поселка Орлах встретят с теплом новой газовой котельной. Старый энергоблок выработал ресурсы, теперь станет резервным источником питания. Старый энергоблок работал у нас на электричестве. А газовая котельная, естественно, себестоимость и тарифы уменьшит. И это очень выгодно для населения и для компаний, которые уменьшают свои убытки. Котельная полностью автоматизирована. Дополнительного персонала не требует. Оборудование модульное, собирается легко и быстро. Себя построили, а тут у нас только монтаж идет. Все работы закончены. Осталось только, как вы видите, изоляции немножко. Ну, естественно, перебраться. Работа, конечно, большая. Вы сами видели, что модули очень тяжелые. Их состыковали. Провели испытания воды, газа испытания. Осталось только подключение. Современный теплоисточник вырабатывает до 90 тысяч гигакалорий теплоэнергии в год. Поселку хватит с лихвой. Котельная мощная. Тут 16 мегаватт. Котлы хорошие. На газу. Вот если запустят в этом году, то это вообще будет отлично. Будет и горячая вода, и отопление. Все-все будет. И тепло будет в квартирах. Обязательный для орлахцев прибор. Обогреватель можно убирать в кладовку, говорят энергетики. Отключение электричества и тепла уходят в прошлое. В полную мощность котельная заработает уже в сентябре. Отопительный сезон мы в этом году, 1 сентября, как положено, будем запускать в селе Орлах. И наши подрядчики, работающие здесь, с которыми мы встречались, гарантируют, что все будет к 1 сентября готово. Перевод поселковых котельных на экологически чистый и экономный режим работы в регионе только начался. Подобные объекты подарок от Орлоса получат скоро жители поселков Алмазного и Чернышевского. Августа Степанова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край». Продолжение следует...